МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также планируют провести общегородской выпускной вечер 2 июля. Сценарий сейчас готовим, местом проведения определяемся, какое будет, я думаю, что для молодежи мы и предложим какую-то интересную программу, чтобы этот день заполнился. Короче, мы должны сделать все для того, чтобы дети, которые уедут учиться отсюда, чтобы они понимали, что мы их здесь очень ждем. У нас пройдет в очном формате и традиционное вручение золотых медалей. В том году, вы помните, за многие годы мы просто раздали, будем говорить, вместе с аттестатами, медали, и вся торжественность этого многолетнего труда школьников была потеряна. Поэтому все будет проведено в очном режиме. В Магадане 11 мая стартовал ежегодный месячник чистоты. Его цель – очистить город от мусора, который скопился зимой. Мэрия областного центра опубликовала постановление, согласно которому к уборке придомовых территорий привлекут управляющие компании. Кроме того, руководителям собственности, предпринимателям, владельцам гаражей и других построек нужно провести в порядок фасады зданий, очистить прилегающую территорию. Также призываю хозяйственные субъекты, это магазины, офисы, производственные, какие-то коммерческие предприятия, производственные базы, выйти также на уборку своих территорий. Потому что прилегающая территория к вашим организациям – это лицо вашего предприятия или индивидуального предпринимателя. Как оно выглядит, такое будет отношение, в принципе, людей, что предприниматель не следит за данной территорией, соответственно, какая у него коммерческая деятельность. Убрать твердые бытовые отходы смогут безвозмездно. Выдано более 350 талонов для бесплатного вывоза мусора. Также поучаствовать в месячнике чистоты могут все желающие магаданцы. Специалисты выдадут инвентарь, а также расскажут, какую территорию города нужно убрать. Обратиться нужно в административно-техническую инспекцию города. Вакцинация продолжается. Прививочные кабинеты работают в больницах, в бывшей взрослой поликлинике номер один, в травмпункте, а также в поселке Сокол, в авиамедицине. Кроме того, вакцину можно получить в торговом центре. Доз для массовой иммунизации населения достаточно, утверждают эксперты. По плану в Магадане нужно привить 47 тысяч человек. На данный момент первую дозу вакцины получили более 13 тысяч, вторую – более 10 тысяч человек. Специалисты утверждают, что прививка необходима. Прививка нужна для того, чтобы создать иммунную прослойку общую, для того, чтобы прекратилась циркуляция этого вируса и снизить количество возможностей заболевания, естественно, печальных последствий от перенесенного заболевания. Будет ли это? Я надеюсь. Будет ли это? И мы все с вами поедем, большая часть населения за пределы области, где ситуация разная по коронавирусу. Есть регионы, где более неблагополучная ситуация, есть где более благополучная. Тем не менее, чтобы чувствовать себя защищенным, мы будем встречаться с большим количеством лиц. Естественно, надо быть иммунизированным. Прививают колымчан вакциной гам-ковид-вак, она же спутник ВИ. Во флаконе 5 доз. Эксперты напоминают, поставить нужно две прививки, поскольку только так в организме сформируются антитела. Записаться на прививку можно любым удобным способом – по телефону 122, в порядке живой очереди или через портал Госуслуг. Вакцинацию очень удобно отслеживать на сайте Госуслуг. Там сразу, когда первая вакцинация вносится, сразу высвечивается дата второй вакцинации. Там дневник ведется, наблюдение. То есть каждый человек может свое состояние там записать. И плюс потом можно получить сертификат. То есть автоматически сайт Госуслуг после второй аппликации этой вакцины выдает сертификат о вакцинации проведенной. Очень удобный вариант. И также справочки о том, что вы получили вакцину, можно получать в поликлинике, где вы прививались. Кроме того, с 1 мая на Колыме пожилые люди, которые вакцинировались, смогут получить денежную выплату – 1000 рублей. Условия таковы. Гражданин старше 60 лет, который привился против COVID-19 до 1 июля. Тем, кто вакцинировался до 1 мая, нужно подать заявление на выплату через социальный центр по месту жительства. А тем, кто прививается с 1 мая до 1 июля, заявку можно оставить в пункте вакцинации. В северо-восточном комплексном НИИ ДВО РАН прошло заседание ученых. Во встрече приняли участие преподаватели, доктора наук СВГУ и СВКНИИ. Главным событием стало подписание соглашения о создании экономического консорциума по международным исследованиям и развитию территории Дальневосточного федерального округа. Соглашение подписывается вместе с представителями Института экономических исследований ДВО РАН, правительства Магаданской области. Безусловно, это очень важное событие как для нашего университета, Северо-Восточного государственного университета, так и для территории Магаданской области, так и для науки, которая существует, развивается в нашем регионе. Встречу с учеными-геологами провел Павел Минокир, советский и российский экономист, академик РАН. Он рассказал об историческом формировании научных коллабораций. Они создавались еще при Советском Союзе. Вот к концу уже 80-х годов, а в 90-х вообще все это было просто в пыль обращено, получилось так, что кроме лаборатории экономики Северо-Восточного комплексного института и долгое время существовала еще лаборатория социально-экономической географии в ТИГИ, во Владивостоке. Но это все-таки была больше география, чем экономика. Магаданские специалисты отметили, что подписание соглашения с представителями Хабаровского института экономических исследований ДВО РАН важно для развития Дальнего Востока. Это позволит улучшить его экономику и территорию. То движение, которое сейчас образовалось, для нас очень важно, потому что мы, может быть, вместе с вами, и мы, конечно, очень на это рассчитываем. Помимо просто взаимодействия, мы, конечно, хотели бы иметь серьезную исследовательскую программу, в которую хотели бы войти и в приоритете 2030. В результате подписания документа СВГУ и СВКНИ вместе с Институтом экономических исследований ДВО РАН объединят свои условия и научный потенциал в новых научных проектах по развитию территории Дальнего Востока. 30 мая Магадан присоединится ко всероссийскому полумарафону «Забег». В мэрии областного центра градоначальник Юрий Гришан провел совещание о предстоящем спортивном состязании. Участники смогут преодолеть дистанции в 1, 5, 10 и 21 километр. Организаторы отметили, что в день массового «Забега» в Магадане планируют провести праздник спорта. Дороги в городе будут перекрыты с 13.30 до 20.30. Города для людей, а не для машин. Пусть люди походят в этот день по городу. Я же вам говорил, когда мы проводили полумарафон с Кенроссом, утром, оля, во сколько, в 7 утра, люди приехали на велосипедах, на самокатах, пришли пешком. Город чистый, незадымленный. Пешком пришли. Кто-то прибежал на разминку, которую Землицкая проводила Наташа. Поэтому ничего страшного, походят по городу пешком. Инициатором проведения и руководителем организационного комитета полумарафона на Колыме выступает депутат Магаданской городской думы Антон Басанский. При его содействии первые тысячи участников «Забега» из Магаданской области могут зарегистрироваться совершенно бесплатно. Спортсменам будет необходимо оплатить только страховку. «Атрибутика вся пришла на все тысячи комплектов. Сегодня мы будем получать в Минспорте. Номера у нас пришли. Есть старые номера, мы их обкатали. Получается, систему старт-финиш». «На Магаданской площади, когда будет открытие, будет звучать подборка работы диджея. И потом уже к финалу ближе будет работать тоже группа. Вопросов у нас как бы нет. Единственное, что погодные условия». На четырех промежуточных финишах будут работать музыканты. Также уверяют специалисты, призовой фонд никого не оставит равнодушным. Цель «Забега» – популяризация бега и спорта. Всем участникам полумарафона нужно будет предоставить медицинские справки. Без них на состязание участников не допустят. Зарегистрироваться на «Забег» можно на официальном сайте «Забег.РФ». Редактор субтитров А.Семкин